Для России в данное время важнейшим приоритетом является попытка вернуться не просто в круг великих держав, но вернуться туда на условиях, если не первой, то и не второй страны. То есть вернуться на условиях, те, которые были у Советского Союза. Или, иными словами говоря, поделить вновь мир на две части, где одна часть будет пророссийская, другая часть будет про, условно говоря, американская. Как когда-то Испания с Португалией делили мир, да, там буквально по кругу. Ну да, 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 и океаны мировые делили между собой. То есть я думаю, вот это на самом деле является одним из приоритетов, которые есть у них. Потому что на меньшее, собственно говоря, они и не хотят рассчитывать. То есть амбиции очень серьезные. И чем больше эти амбиции подрубаются, тем больше желание их, эти амбиции, реализовать. Собственно говоря, как по мне, так Сирия это все-таки некая авантюра. Авантюра в чем-то такого очень серьезного масштаба. Но так или иначе, для Путина данная авантюра все-таки видится ее завершение в сохранении какого-то микро-сирийского государства в голове с Асадом и с этой самой военно-морской базой, которая там есть, как некий символ, так сказать, мирового присутствия России. Уже и авиация боевая, там 28 лет, которые залетели все-таки. Да, конечно, да. То есть это вот как бы все-таки остается. И, собственно, российские войска, присутствие их, с точки зрения, очевидно, руководства российского, оно предусматривает, что, или предполагает, что уж точно никто из, то есть ни американских, ни французских, ни иные войска уж нападать не будут. Вступать в прямой конфликт не будут военные, военное противостояние. Хотя для исламского государства не проблема там воевать. Но, по всей видимости, задача уничтожения исламского государства, это задача и коалиции, которая воюет там. То есть, как бы здесь такая очень сложная многоходовая ситуация, которая может привести к самому разному развитию, где опять возникает многоходовая ситуация. Но, почему я говорю это авантюра? Авантюра, потому что в данной ситуации, начав бомбить, де-факто, начав бомбить повстанцев сирийских, а не исламское государство, Россия выводит себя из состава коалиции этой, куда она так стремилась попасть, и переводит себя в состав тех, кто поддерживает диктатора. Ибо, уничтожая сопротивление сирийское, Россия тем самым поддерживает диктатуру Ассада. То есть, это коалиция с Ираном, получается, да? С Ираном и с Сирией. Ну, с Сирией, понятно. Да. И, таким образом, Россия противопоставляет себя в очередной раз, скажем так, странам западной демократии, которые там воюют с исламским государством. И это, ну, изначально позиция проигрышная. Потому что, ну, нет у России ни того потенциала военного, ни того экономического потенциала для того, чтобы воевать.